Продолжение следует... Значит, битвы за Британию. Это Speedfire и BF-109. Версия там была больше B представлена, чем BF-109. В общем, неважно, главное, что это BF-109 и Speedfire, которые дрались за небо Британии. В общем, легендарная машина, я должен вам сказать, настоящий хищник на пятом уровне. Самолет настолько великолепный, настолько мощный, настолько хорошо сбалансирован. Честно говоря, даже опасаюсь, как бы его не понерфили к моменту релиза игры. А это вполне вероятно. Как мне кажется, основываюсь я на своем немалом опыте в этих вещах. Значит, вот посмотрите просто вкратце на основные ТТХ. Прочность 200. Это хорошая прочность. Это не маленькая прочность. Для сравнения вот того же Ryzen на шестом уровне, да? Ну, хотя традиционно японские самолеты, они там с ZERO не очень отличаются прочностью, высотой великолепной маневренностью и устойчивостью. Прочность 135, но в топе 160, да? Если мы посмотрим, например, на BF-109E, который тоже на пятом уровне, здесь прочность тоже 200, да? Ну, то есть, одни из лучших самолетов. А у Laga прочность 185, да? В то же время, вот, например, посмотрим премиумный M81A1, здесь 210, да? Значит, это, правда, четвертый уровень, ну, вот, пятый уровень, да? XF-4U-1, здесь, правда, 250 прочность. Ну, там вооружение послабее. Значит, ну, то есть, прочность неплохая, действительно неплохая. Вот, коллега, вот, наш премиумный M81A2, да? У него 210 прочность. Это, как я говорил в одном из прошлых своих гайдов, один из самых крепких и надежных истребителей премиумных на пятом уровне. Вот. Так вот, Spitfire, вот, уплодает у нас такой замечательной прочностью. Кроме того, у него очень хорошая обшивка, его не так-то просто пробить. Вот. Огневая мощь, ну, это вообще отдельный разговор, здесь 109, да? Причем там выбор вооружения довольно интересный. И самое лучшее это две вот эти замечательные пушки. Если не ошибаюсь правильно сказать, и испану 20-миллиметровые, великолепные. Просто настолько мощные, это одно удовольствие атаковать этими пушечками противников. Значит, скорость у нас 520 километров. Ну, то есть, это вообще прекрасно. Это прекрасно до пятого уровня, просто замечательно. Больше и не нужно. Позволяет как бум-зумерствовать, так и в маневренном бою себя чувствовать. Замечательно все. Почему? Потому что маневренность 324. Это, можете представить, это мы нагружены всем, чем можно, на 20-миллиметровом пушке, минус маневренность 324. Разве это непрекрасно. Давайте посмотрим сейчас на модуле, да? Вот смотрите, у нас на выбор мы можем взять либо 8 пулеметов, да? Вот тогда у нас маневренность общей возрастет до 337, а скорость до 542. А вот. Или же мы можем, значит, использовать 20-миллиметровое орудие. Вот тогда у нас будут вот эти вот, соответственно, значения. Ну, это, как говорится, дело, кому что больше нравится. Конечно, 8 пулеметов в равных, это тоже очень круто. Ну, вы должны понимать, что это сразу что обозначает снижение огневой мощи, да? Вот, снижение дистанции огня. То есть, если этими пушками можно уже примерно там с 800-700 метров уже попадать, хотя, конечно, точность невысока будет на таких дистанциях. Вот. Пулеметами мы начинаем более-менее нормально работать, где-то с 400 метров, да? Ну, там, плюс-минус приближение, 100 метров, 600, но вот так уже нормально, это метров 400. Теперь добавьте сюда то, что такие повреждения, как может нанести вот эта пушка, не нанесет пулемет в принципе, потому что пушка может одним удачным выстрелом отбить противнику, например, хвост, да? Или нанести большую дыру в крыле, что очень сильно снизит маневренность вражеского соволета. Может вывести из строя двигатель, в общем, и всякие-всякие неприятные вещи, там, крупного пробития баков с пожаром и тому подобное. То есть, ну, самое, конечно, эффектное, просто критические попадания, когда вот вы атакуете противника, и у него там, раз, отвалилось крыло, или это оторвало хвост, в общем, и все, и бой для противника заканчивается сразу же. Вот это самое в этом орудии для нас выгодное, в отличие от пулеметов, которыми надо вот именно методично, так сказать, жаргонно долбать противника. Пушками можно решить все гораздо быстрее. Ну, конечно, за это все мы платим тем, что они, конечно, потяжелее пушки, да, 140 килограмм против пулеметов, которые у нас весят 40 килограмм всего. Ну, сами понимаете, это разница. Вот. Только здесь, конечно, пока еще не указано, что 40 килограмм весят один пулемет или все этот комплект. Ну, вероятно, это один пулемет по логике, потому что все-таки это авиационный пулемет, довольно мощный и тяжелый. Вот. То есть, если посчитаем, это будет 160 килограмм, да, одна пушка у нас весит 140. То есть, 160 килограмм будет весить 4 пулемета и, соответственно, 280 килограмм будет весить 2 пушки, да. То есть, ну, понимаете разницу? Вот. Это 120 килограмм. Так что, соответственно, выбор уже делать вам. То ли больше чуть-чуть маневренности скорость, то ли больше огневая мощность. Ну, конечно, с этими пушками это для противников настоящий кошмар. Это можно атаковать штурмовики, это можно просто срубать в полете вражеские истребители. Если говорить о слабо бронированных типа Разинов или И-16, они вообще страдают очень сильно. Их эти пушки просто разрывают в клочья. Те, кто получил броню, у которых действительно обшивка нормальная, полноценная, те, конечно, держатся подольше. Вот. Но даже им не так-то просто. Даже такие грозные цели, как Ил-2, как БФ-110, С-6, которых действительно хорошее бронирование, они все равно несут значительный урон от этих орудий. Вот. Калибр, вы знаете, у этой пушки 20 миллиметров, авиационное орудие со скоростью 600 выстрела в минуту. Вот. И урон в секунду у нас 103 единицы. Что немало, немало. Вот. Значит, то есть по части орудий, вы понимаете, да? Они того стоят. Кроме того, вот еще один значительный плюс. Вот даже здесь посмотрите, разница в потерях, да, маневренности и скорости незначительная. Зато прибавка аж 40 единиц к урону, к огневой мощи. То есть вот в данном случае, если вот вравне с другими самолетами, да, то вот установка более тяжелых орудий не несет такой негативной нагрузки для скорости и маневренности самолета, как в ряде случаев с некоторыми другими самолетами. Вот. Что еще тут надо сказать? Вот эта топовая у нас комплектация, да, этот корпус прочностью 200 единиц и масса у него 1800 килограмм, да, по сравнению с предыдущим, который на 20 единиц имеет меньше ХП. Значит, из двигателей у нас три типа прокачиваются, да, один на 1050 лошадок, следующий у нас на 1175, вот. И уже потом идет на 1480. В общем, если у вас, если вы особенно собираете звезды, да, у вас там определенный запас есть, опыта, лучше не тратить деньги на все двигатели по очереди, да. Вот, как видите, я потратил только вот на первый, да, после стокового Merlin 3. И потом вот этот следующий Merlin 12, да, я его не покупал, я его просто исследовал, вот, и уже дождался, когда накопил опыта на Merlin 20, да, я уже купил Merlin 20, у которого 1480 лошадиных сил. Вот, можете себе представить, да, какая мощность, да, 480 лошадиных сил. Это, конечно, потрясающе. И в бою вы увидите, насколько это все сказывается, насколько мы, ну, мое мнение такое, конечно, самолет выбивается из учебного баланса, потому что, ну, это... В умелых руках это просто кошмар для противников, у него практически, ну, трудно найти недостатки. Он может быть и прекрасен и в маневренном бою, он может быть и прекрасен в высотном бою, как бум-зуммер. Ну, то есть, универсальный истребитель. Вот такое, мое мнение, сложилось об этой машине. Вот, если мы, допустим, будем равнять с другими моделями, да, вот, например, вот, правда, 6 уровень, не совсем будет корректно. Да, мы возьмем, например, БС-109, да, вот. То есть, здесь у нас, соответственно, вес самолета составляет, ну, правда, масса чуть-чуть меньше, на 25 килограмм. Но здесь двигатель на 1175 лошадиных сил, да, то есть, а у нас на 1480, можете себе представить. А вот, ну, у немца преимущество в чем? В том, что у него синхронное вооружение, да, более точное. Ну, то есть, пушка, вот, она бьет поточнее немножко. Ну, в целом, честно говоря, против него мы не чувствуем себя ущербными абсолютно. Единственное, что, наверное, за счет точности лучше не выходить вот на встречных курсах против БФ. Все-таки нам больше маневренный бой, тем более у нас маневренность заметно повыше. Здесь у нас 284 единицы, да, вот. Это у немца, а у нас 324, это в случае установки пушек. Без пушек мы еще более маневрены. А вот, значит, ближайшие по схожести, наверное, самолет визуально, это вот Лах у нас. Посмотрите, как похоже, да, как две капли воды. Единственное, что у Спидфайра у него пошире крылья, да, ну и немножко другая форма. Вот, тоже для нас противник это значительный, здесь значительная огневая мощь, да. Ну, вот недостаток у этого во многих отношениях интересного истребителя советского, это, в общем, не очень хорошая игра на больших высотах. С высотой он не дружит, то есть он заваливается, он теряет скорость, и вообще он себя плохо чувствует на высоте. То есть он себя хорошо чувствует, где-то до 1000 метров, да, вот это его самая лучшая высота. Мы же можем действовать там на 2-х километрах, да и на 3-х можем, в принципе, воевать достаточно неплохо. Вот, что еще можно сказать, значит, по части противников, да, ну, собственно, говорить, в общем, там особо не о чем, да, поскольку тактика в основном вся стандартная, это в зависимости от ситуации, это либо атака с высоты, либо это маневренный бой. Противники, в принципе, кого-то такого вот выделить, кроме, наверное, БФ-109, вот для нас настолько тяжелого, невозможного, я бы, наверное, никого не выделил. Действительно, спидфар на 5-м уровне, это настоящий хищник, который находится вверху пищевой цепочки. Также, учитывая то, что самолет хороший на высотах, да, мы можем заходить в облака, заходить на высоту значительную, где нас видно не будет, вот, и для того, чтобы оставаться незамеченными и очень красиво и неожиданно падать на хвост сопернику, вот, что в большинстве случаев заканчивается печально для противников, благодаря вот этим вот орудиям, нам необходимо использовать камуфляж. Вот, я вам рекомендую, поскольку плюс 15% к незаметности самолета. Это пригодится в любом случае. Вот, значит, из модулей все понятно. Топовый двигатель, орудия, да, ну, здесь выбор ваш. Чуть больше маневренность, чуть меньше аневая мощь, чуть меньше, а заметно меньше аневая мощь, но выше, так сказать, суммарное вот количество отправляемых противника пуль. Или же более мощное вооружение, но меньше скорость и меньше маневренность. Значит, сетап по снабжению, в принципе, стандартный, бронебойный для пушки, да, хотя, видите, на выбор у нас есть исколочно-зажигательная, вот, хорошая штука для крита противника, осколочно-зажигательная и для, соответственно, для того, чтобы повредить баки или двигатель поджить вражеский самолет. Фугасная, она обладает большим радиусом поражения, да, тоже очень хорошая для крита, но не так сильно влияет на процент того, что загорится противник или нет. Ну, зажигательная для пулеметов, да, в случае поражения баков пригодится, ну и для атаки различных крупных целей, да, или наземных объектов. Вот здесь у нас все просто, пневматический перезапуск в случае повреждения двигателя, которое случается очень часто на виражах, когда попадает нам вот сюда, двигатель просто выходит из строя, его, конечно, надо же сразу перезапускать, потому что, потеряв маневренность и скорость, все, мы легкая мишень для противника. Вот, аптечка и автоматический огнетушитель в случае пожара. Вот, вот такой вот он интересный у нас, вот, обладает всем, чем нужно, такими вот прекрасными пушечками. Значит, с модулей здесь рекомендуется поставить обшивку, я бы поставил обшивку, очень широкие крылья, очень часто в них попадают на виражах. Вот, значит, рефлекторный прицел пригодится, если у нас небольшие проблемы с точностью. Вот, ну и дальше на выбор, третьим модулем, это либо увеличение скорости покрытия лаком, да, либо же защита бензобаков. Вот, бронесикл тоже можно ставить, но вероятность, конечно, попадания туда незначительная, и также это вообще можно компенсировать отдельным изученным навыком под названием выносливость. А вот теперь, если мы посмотрим на другие самолеты, вот, посмотрите, Хаук, П-36, Кертис Хаук, маневренность, 326, да, 81А1, 294, XF4F3, 306, да, P-40, 261, XF4U1, 299, да, даже в райзена, 310, то есть понимаете, да, насколько у нас, в общем, тотальное превосходство. Это наряду с тем, что у большинства противников скорость до 500 километров не доходит, да, у нас с вами 520 скорость, еще и маневренность 324, ну, то есть, тотальное превосходство. Ну, это пока, посмотрим, что будет после релиза. Я предполагаю, что все-таки немного они его панерфят. Если вы любите летать на спидфаре в комплектации с 8-ю пулеметами Брауни, то вам, наверное, я бы порекомендовал купить вот этот вот премиумный самолет Miles 20, потому что у него такая же комплектация, примерно схожая маневренность и скорость, и такая же вот примерно прочность. Единственное, что визуально они не похожи, но в остальном близкие, наверное, по духу и по своим техническим характеристикам самолеты. То есть, легче будет, скажем так, не надо будет менять стиль игры для того, чтобы и фармить, и прокачивать вот спидфайр, например. Или просто играть на нем в удовольствие. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Теперь перейдем ко взору боев. Морская карта. Набираем высоту выше 2000 метров. И она начинает работать вражеский штурм. Мы приклоняемся и сразу садимся ему на хвост. Он правильно все делает, набирает высоту, для чего мы теряем скорость, вынуждены включить форсаж, и у нас сильно падает точность. Ну, ничего. Мы придерживаемся высоты 2500, на гараже окружим рядом, пока не предоставится более удобная цель. Снова дамажим его. Садимся на хвост. Самая невыгодная для него позиция. Ну, тут мы видим, что нас еще атакует кто-то. Резко в пике уходим от атаки, уклоняемся. Ближе к земле выравниваем. Масота полтора километра. Как видите, точность не очень высокая у нас. Это одна из главных проблем спидфайера. Ну, учитывая универсальность, наверное, так и нужно, иначе самолет будет уже совсем наебучим. Так как у него все есть. Опять же, за счет маневренности вылавливаем на виражах, на поворотах штурмовики, атакуем их. Как я уже говорил, на этот раз, видите, мы опять будем зумерствовать, пытаемся зайти на цель, но резко. Мустанк набирает высоту, уходит вверх. Наша задача это добить этот штурмовик. Тем временем, наши союзники очень активно сливаются. Остаемся мы тут одни, такой вот веселой компанией. Садимся нахуй на штурмовику. Но это дело гибло, это как у нас вот сразу уже такой истребитель. В общем, можно сказать, что это ошибочная была тактика, надо было ориентироваться на истребитель. С другой стороны, эти штурмовики очень опасны в том плане, что могут выйти, вас поймать на вираже и срубить всего в одной короткой очереди. Так что... Благодаря маневренности подлавливаем эту цель. Почти уничтожили ее. Несмотря на то, что у противника огромное преимущество, включая Мустанк, которая вышла на уровне. Нам удается сбить один штурмовик. Вот здесь на крутом вираже уклониться от Мустанка, даже его продамажить. И в общем-то, видите, вот сейчас мы опять на вертикальном вираже очень крутом. Мы шли от очень опасной атаки. Продолжаем преследовать Мустанку. Атакуем его, наносим урон, постепенно его ослабляем. И, собственно, все бы хорошо. Он ничего не может сделать с нами. Он не может уйти от нас. Не может встряхнуть нас с хвоста. Но, опять же, вот тот самый недобитый штурмовик, который вот в самом начале столкновения был нами выпущен, он сейчас сыграет роковую роль в этом бою. Видите, мы опять выходим на П-51, атакуем его, постепенно отнимаем на него по чуть-чуть ХП. И вот сейчас он меняет направление. Мы на вертикальном вираже теряем скорость. И вот нас срубает этот недобитый нами штурмовик. Ну, что поделать. Слишком большое преимущество было соперника. А вот классический пример Бумзумерста. Набираем высоту. сводимся на лапте. И смотрите, какая точная и красивая атака. Раз, все. За 4 секунды мы уничтожили вражеский истребитель. Выходим на следующую цель. Вот почему я рекомендую вам сразу, когда вы выходите вертикально на противника лоб-лоб, моментально уходить, когда дистанция хотя бы 500 метров. Потому что вы теряете скорость, теряете маневренность и не успеваете уклониться. А учитывая, что сейчас в рандоме 50% это камикадзе, то, соответственно, результат почти всегда один. У нас просто оттаранят. В итоге, вы как более опытный игрок не можете реализовать весь потенциал. поэтому лучше уклониться заранее. Тем более, если атакуете снизу. За поляре выходим в лобовую атаку на як. За счет огневой мощи наносим ему значительно выше урона, а также за счет брони нашей собственной. И вот на маневренности его добиваем. Нам, конечно, помогает союзник. Очень активно помогает. Вот это первый я, который мы сбили. Сейчас выходим, набираем высоту, выходим на следующую цель. Опять же, в лобовую атаку. У нас тут преимущество небольшое по орудиям. Набираем. За счет форсажа он целится по союзнику и, в общем, дает нам шанс безнаказанно по нему стрелять. наносим незначительный урон. И закрываем на следующую атаку. Маневренность нам не позволяет. В этот раз мы уже еще примерно стук уже продамажили. Фактически отняли у него уже половину запаса прочности. Поэтому он на нас очень сильно сейчас разозлилится и будет атаковать только нас. Сейчас он нам садится на хвост. Мы делаем разрыв за счет форсажа, вырываемся вперед, резко выпускаем с отрылки, гибаем круг. Но противник также проявил мастерство. Он тоже очень резко развернулся, сделал хороший горизонтарный граш. В этот раз это все повторяется. Я понимаю, что в общем, смысла нет с ним кружить, потому что мы так столкнемся с союзником и просто даю на форсаже вперед. Враг гонится за мной, а союзник работает по нему. И вот он, увлеченный атакой, уничтожит нашим союзником. То есть в этом случае мы сработали чисто тактически на нашего товарища по команде. И он этим у нас пользовался. В данном бою мы садимся на хостермовику. Как видите, ничего хорошего для него это не несет, так как помимо четырех пулеметов две авиационные пушки снимает с него 70% прочности плюс атаки помощь союзников. И сейчас он с остатками прочности уходит вперед. Мы разворачиваемся, выходим на него на следующий вираж. Вот он уже совсем осталось. У него мало хп, по нему еще немножко поработали союзники. Это у меня осталось примерно 5-7% прочности. Набираем скорость и на пересечении идем ему. Сейчас будет достаточно дистанция для огня, один километр. Это, конечно, много, но учитывая его маленький запас прочности, ему хватит там всего пары попаданий, что, собственно, и происходит. Теперь видим М-20, британский премиумный самолет. Вот. И атакуем его с пике. Но он быстро сориентировался и начинает резко маневрировать. В итоге большинство попаданий уходит мимо. Мы тут же набираем скорость, набираем высоту для следующей атаки. Как видите, он пытается на нас выровняться, но он видит, что догнать нас не может, сыграть на высоте так, как мы это можем. И поэтому уходит нам это не нужно. Мы сейчас набираем полтора километра и уходим в следующее пике. В данном случае мы уже не пикируем, мы просто набираем скорость и идем под углом примерно 45 градусов к земле. Идем на пересечение М-20, которое атакует нашего союзника. В итоге раздергивает очень сильно нас и мы также не можем по нему нормально свестись. Как видите, он очень быстро ориентируется, только по нему начинает вестись огонь, он сразу начинает раздергивать вправо-влево, чем затрудняет атаку из Бумзума. Если бы, допустим, мы сидели у него на хвосте, то этот маневр был бы менее эффективен. А для Бумзума он самое то. В этот раз уже атака показалась более удачной. Но вот тут мы решили все-таки, что успеем за этот короткий период срубить противника за счет мощности наших пушек, но чуть-чуть не успели, поэтому получился такой забавный таран. Так, и на этот раз еще более интересная ситуация. Опять эта же карта. Здесь мы будем заниматься уже чистокровным Бумзумом, такой соколиной охотой. Вот как мы на первую цель атакуем. Видим, что ее встречная атака, ничем хорошим это может не закончиться, включая таран. Поэтому мы резко уходим влево. И набираем высоту, набираем скорость. Противник пытался нас преследовать, но он тоже не может это сделать. Поэтому отказывается от атаки уходит вниз, а нам это и нужно. И мы теперь преследуем его с высоты. Прекрасно получилась атака, нанесла много урона. Правда, ему удалось повредить наш двигатель, но в целом много урона ему нанести не удалось. Поэтому мы на маневре его, конечно, обыгрываем и добиваем. Это первый фраг. фрагов тут, конечно, будет немного, но атак будет много и урона будет нанесено много. Итак, набираем высоту и выходим на цель следующую, которая преследует наш штурмовик. Наконец-то мы добираемся к месту назначения. он находит по краю карты фактически, поэтому сейчас попадаем в зону действия автопилота, да, тем не менее, нам удается прекрасно с бум-зума разобрать этот лах, но тут один небольшой минус, помимо того, что автопилот нас замедлил, так еще мы попадаем под огонь кучи зенитных орудий, которые расположены в дислокации ихней базы. Ну, мы на маневре через горы уклоняясь уходим с этой опасной участке. И пытаемся как-то исправить сложившуюся ситуацию. Атакуем штурмовик. Первый попался нам под горячую руку. Разрываем дистанцию. теперь делаем поворот, выпускаем закрылки и атакуем его навстречным. Здесь специально я не уходил, хотя огонь ввел по мне второй вражеский самолет для того, чтобы добить этот штурмовик и убрать один лишний ствол из их команды. Но теперь уже намного легче, так как вы знаете, что этот БФ-2010 несет с собой большую угрозу за счет мощных орудий. выходим, садимся на хвост премиум палубном XF-4U-1 и хотя пушки перегрелись, мы не слезаем с него, продолжаем вести огонь очередями и как видите, понемножку наносим урон, спасая союзника и одновременно получая еще один фраг. но теперь осталось самое простое, остался один штурмовик у соперников, как обычно набираем высоту для очередного бумзума, вот, это был классический такой бой в стиле бумзумера, хотя спидфайр он у нас универсал, ну, в общем-то, хотя мы здесь собирались опять, как коршун, упасть на ила, наш союзник сделал это немножко раньше, ну, собственно говоря, и на здоровье, он нам и так очень здорово помог, вот так мы затащили этот бой. Вот такой вот он спидфайр, самолет универсал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на официальный блог, читайте статьи и не бойтесь быть умными. С вами был Катеров Танки, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok